Добрый день, уважаемые коллеги! Это пятничный обзор от компании Тикмил и сами я, Артур Идиатуллин. Наконец-таки мы с вами дождались пятницы. Это первая пятница месяца и в календаре каждого трейдера она обведена красным цветом или мысленно обведена, если у него нет бумажного календаря. Так как именно в этот день у нас выходит отчет NFP, отчет по несельскохозяйственному сектору США, который показывает, насколько изменилась безработица и оплата труда в США, сколько новых рабочих мест прибавила экономика. И, конечно же, этот отчет нам дает ценные сведения о том, как будет дальше действовать ФРС, о том, какой темп повышения ставок она выберет. Так как две основные цели, которые у нас преследует ФРС, это контроль безработицы и контроль инфляции. Итак, чтобы понять, что стоит ожидать от данного отчета, нужно прежде всего посмотреть данные, которые предшествуют этому отчету и косвенно указывают на сильные или, возможно, слабые стороны, которые могут проявиться в актуальных данных. Начнем с того, что отчет появится спустя несколько часов сегодня после введения тарифов США и симметричной ответной меры Пекина, которые с обоих сторон затронут по 34 миллиарда долларов товаров. Консенсус прогноз у нас по отчету на июнь составляет 195 тысяч рабочих мест. Американский Goldman Sachs у нас видит цифру чуть выше, в 200 тысяч рабочих мест. Значение за июнь, предполагается, будет ниже, чем в прошлый месяц, когда оно составило 223 тысячи рабочих мест. И, конечно же, выше необходимого минимума для поддержания темпов расширения труда с работоспособным населением. Эта цифра у нас 120 тысяч рабочих мест в месяц. Для Федрезерова особенно важным, конечно же, будет оплата труда, так как она у нас является косвенным показателем роста потребительской инфляции, является таким его прототипом или предшественником, если можно так назвать. И она, как ожидается, у нас вырастет в месячном выражении на 0,3% или на 2,8% в годовом выражении. Полюбившийся Трампом показатель безработицы ожидается на уровне 3,8%, то есть останется неизменным по сравнению с маем. В пользу более слабого отчета по рынку труда в США у нас свидетельствуют вчерашние данные от частной компании ADP, которая у нас также рассчитывает схожие цифры, дает у нас примерную оценку того, как изменилось количество новых рабочих мест в экономике. И по их прогнозам видно, что рабочие места, скорее всего, новые рабочие места, скорее всего, выросли на 177 тысяч рабочих мест, упреки прогнозу в 190 тысяч. Также у нас в пользу слабого или, скорее, нейтрального NFP у нас свидетельствуют заявки на пособия по безработице, которые росли в течение месяца. Но опыт, конечно, осозначил вот этот показатель, который неожиданно вырос, который превысил прогноз на 6 тысяч. Это как раз-таки произошло на последней неделе июня. Более весовыми аргументами, которые стоит учитывать при анализе Non-Farm Payrolls отчета, это компоненты занятости в опросах ICM и PMI опросов. Это опросы активности в производственном секторе и сфере услуг. И они у нас также показали, создали у нас смешанное впечатление и указали на то, что рынок труда, может, взял передышку у нас в июне. По EDP-отчету, как я уже сказал, ключевой показатель составил 177 тысяч рабочих мест. Прошлый показатель был пересмотрен в сторону увеличения. Пока не ясно, что стало причиной вот этого ослабления, вот этой просадки в создании новых рабочих мест. Это вот реакция фирм на неопределенность, связанную с торговыми тарифами, или это же банальный дефицит на рынке труда. В последнем случае относительно негибкие цены на оплату труда должны выстрелить, но, возможно, с опозданием, так как у нас работодатели не сразу реагируют на то, как изменяется у нас предложение на рынке труда, и могут немного затягивать с изменением зарплат. Аргументы против недостатка кадров на рынке труда – это сезонное увеличение найма благодаря выпускникам в июне. То есть у нас большинство университетов и колледжей как раз выпускают новые, свежие, квалифицированные кадры. И как раз-таки если фирмы в прошлом году не смогли создать необходимое количество рабочих мест или необходимое количество выпускников принять, они делают это в этом году. Заявки на пособие по безработству не проявили себя в этом месяце, колебли с пределами между 218 тысячами и 231 тысячами. Это у нас самое высокое значение было за июнь. Прогноз у нас был 225 тысяч, и он у нас не был оправдан. Скользящая средняя на уровне 224 тысяч 500 оказалась у нас на тысячу меньше в этом месяце, чем в прошлом. Резкого всплеска на месячной дистанции у нас пока не наблюдается. То есть скользящая средняя в пособиях по безработице у нас не демонстрирует резких изменений значительных. То есть у нас нет, будем говорить, ощутимого прироста пострадавших от тарифных мер Трампа работников. Ну, если, конечно же, стоит искать везде следы Трампа, то есть в каждом экономическом отчете следы его тарифов. В ежемесячном отчете Challenger Job Cuts, это вот этот у нас отчет, он показал, что количество увольнений у нас выросло в начале июня не только вот в годовом выражении, но и по сравнению с прошлым месяцем. Отчет у нас не охватывает целый месяц. Месячные изменения у нас поступило в начале июня. Оно показало у нас увеличение количества увольнений. Месячные изменения за июнь именно у нас поступят в следующем месяце, то есть в начале июля, то есть в ближайшие дни он должен у нас поступить. И по данному отчету стали интересны некоторые подробности, некоторые тенденции. Они взяли свое начало после введения тарифов Трампа на сталь. Вот после введения этих тарифов в отчете было сказано, что фирмы отреагировали ростом увольнений. Challenger ожидает, что сотрудники компании, импортирующие сталь, подвержены сокращениям прежде всего. Сам по себе у нас индикатор достаточно волатильный, он колеблется вниз, вверх. И по нему достаточно сложно напоследить тренд, поэтому у нас и мало значащий. Но все равно вот некоторые моменты, некоторые детали в отчете, они нам могут указать на какие-то развивающиеся тенденции в безработице. Откуда они вообще проистекают. В четверг интересными данными также у нас поделились Маркит и институт ICM. И, как видите, у нас показатель ICM очень важный показатель. И к нему рынок очень чувствительный. Он у нас превысил прогнозы. Это индикатор активности в секторе услуг, а также композитный у нас индекс. И, как следствие, из производственной активности, из роста активности в сфере услуг можно сделать вывод, что и вырос спрос на рабочую силу именно в этом секторе. Некоторые участники опроса у нас заметили даже, что истощение рынка рабочей силы, то есть дефицит работников у нас тормозит расширение собственного производства, а также тормозит расширение производства поставщиков. Даже такие были комментарии, высказанные респондентами. Борьба за работника, то есть необходимость и попытки его удержания какими-то материальными и нематериальными методами, она обострилась, по мнению респондентов. И такая тенденция, конечно, у нас направляется в копилку аргументов хорошей оплаты труда в июне. То есть по отчету NFP сегодня мы можем сказать, что вот эти данные говорят в пользу роста оплаты труда, причем достаточно сильный. Итак, по NFP у нас данные в пользу NFP отчеты. Это опросы у нас производственного сектора, которые у нас вышли во вторник. Сферы услуг, о которой мы сейчас с вами поговорили. Признаки ограничения со стороны предложения на рынке труда. Это вот те данные, которые были подчеркнуты из опросов. Аргументы против. Это данные ADP, которые не оправдали у нас прогноз. Увольнение Challenger по нейтральным переменным, которые, ну и не туда, и не сюда. Это заявки на пособие по безработице. Погода, которая у нас не сильно жаркая, выдаваясь в июне, чуть выше средних значений. Что касается теперь протоколов РС, который у нас с опозданием вышел в четверг. Он вышел у нас вечером в четверг. И что он у нас показал. Я сейчас просто хочу перечислить некоторые важные моменты, как бы выдержки. Что там произошло по сравнению с протоколом с прошлого, предыдущего заседания. Итак, у нас протокол вечером, во-первых, поддержал доллар. Среди самых запоминающихся моментов можно выделить. Это формулировка очень сильная экономика. И на ее основе повторение вот этой мантры о том, что нужно у нас повышать ставки. Вот такая смелая формулировка, вот очень сильная экономика для такого осторожного регулятора уже говорит нам о многом. А рост беспокойства политикой Трампа. Если раньше только некоторые из участников у нас беспокоились, были обеспокоены политикой, то сейчас уже большинство чиновников у нас, то есть вся команда практически ФРС, внимательно следит за тем, какие трюки у нас вытворяет Трамп. То есть одно неловкое движение сейчас Трампа в своей борьбе, в своих тарифах, я не знаю, Федрезерв может у нас резко нажать на тормоз, потому что у нас все чиновники видят в этом большой риск. Но при этом почему-то говорят, что продолжают, что указывают на необходимость продолжения повышения ставок. Конечно же, третьим важным моментом стало то, что ФРС у нас обратил внимание на кривую доходности, в частности, ее состояние, информацию, ее состояние можно почерпнуть из этого графика. Это спред между 10-летней и 2-летней облигацией. С момента прошлого повышения ставки в июне у нас спред продолжал у нас снижаться и упал с 0,5% до 0,3%. Темпы падения у нас даже ускорились, несмотря что спред у нас приближается к нулю. Основной вывод из этого. Рынок у нас не согласен с действиями ФРС, то есть у нас ставки регулятора растут, то есть та ставка, которую он действительно контролирует. А процентная ставка в экономике, то есть результат баланса между инвестициями и национальными сбережениями, инвестор рынке думает, что она не будет расти такими быстрыми темпами. Поэтому ФРС забегает вперед, пытается опередить события и может своими повышениями только наоборот усугубить и подавить вот этот естественный рост ставки на основе роста спроса на инвестиции и роста, соответственно, предложения вот этих сбережений. То есть рынок и ФРС вот расходятся. Однако сообщив о том, что ФРС у нас обращает внимание на кривую доходности, при этом говоря о том, что ставки будут дальше продолжать повышаться, ну по сути ФРС говорит, что да, эта проблема есть и мы знаем о ваших опасениях, что она обычно, после нее обычно происходит рецессия, но все равно мы здесь главные, поэтому если кто с кем и будет соглашаться, так это инвесторы, рыночные участники должны соглашаться с ФРС, с тем, как нужно видеть развитие экономики, а не наоборот. Вот это у нас по отчету, по протоколу ФРС вчерашнему. В общем, по оплате труда вот из сегодняшнего отчета, она, скорее всего, у нас отклонится, положительно отклонится вот в сторону повышения. И касательно безработицы, она, наверное, останется у нас на неизменном уровне, это такой вот небольшой прогноз от меня на основе данных, которые вот я изучил. И поэтому, скорее всего, вот после такой неважной недели для доллара, наконец-таки для него рынок ему даст зеленый свет и, скорее всего, он пойдет вверх, будет укрепляться против других валют. На сегодня у нас все, спасибо за ваше внимание. Пишите ваши вопросы, задавайте комментарии, вступайте в обсуждения. Встретимся с вами в понедельник.